Здравствуйте! В эфире программа события. Мои коллеги и я, Мэри Илчан, расскажем о главных темах дня. Коротко о некоторых из них. Новости ОТС. За безопасность и коллективный иммунитет. В регионе началась ревакцинация от COVID-19. Повторные прививки по-прежнему могут сделать все желающие. Самару проверили на готовность к чрезвычайным ситуациям. В городе прошла всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне, на которой органы управления и население готовят к действиям при ЧС. Например, при вооруженных конфликтах или при нападении противников извне. К слову, проведение таких тренировок практикуют во всем мире. Тему продолжит наш корреспондент Михаил Ермоленко. Звуки, сирены, оповещения и мобилизация. В этот день город особенно активен. В стране стартовала всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Самару проверили на готовность к чрезвычайным ситуациям. Тренировочный день начался с утверждения специального сценария, так называемого плана гражданской обороны. Для его обсуждения в мэрии собрался весь руководящий состав гражданской обороны. Представители профильных департаментов, заместители главы Самары и главы внутригородских районов. Совещание прошло под председательством Елены Лапушкиной. Одна из главных целей таких ежегодных встреч – закрепление обязанностей между органами управления, которые они будут выполнять в случае реальной угрозы. В рамках проводимой тренировки сегодня в 6 часов получены сигналы распоряжения от МЧС России на начало тренировки о введении в действие плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации. По сценарию именно вооруженный конфликт – главная причина природных и техногенных катастроф. Важно использовать все доступные ресурсы, чтобы не только прекратить столкновения, но и защитить население города от отравления дымом, вредными выбросами и другими опасными веществами. Как правильно использовать противогаз обучают специалистов поисково-спасательной службы, а те, в свою очередь, доносят базовые знания до населения. Специалистов готовят на курсах гражданской обороны, которые также проходят во Всероссийский тренировочный день. Залянки мышками, подбородок, специальную выемку, внизу вверх, приходит одевание противогаза. Основной задачей курсов ГО города является подготовка специалистов в области РСЧС, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по определенным учебным категориям. В настоящий момент курсы ведут свою учебную деятельность на основании учебной программы курсового обучения. Кроме того, в рамках отработки практических действий провели специальную обработку городской техники, развернули пункты выточи средств индивидуальной защиты, питания и вещевого снабжения, а также проверили готовность городского спасательного пункта к работе в условиях реальной катастрофы. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. В Самаре на улице Ленинской сегодня прошла проверка обновленного в этом сезоне дорожного покрытия. В рамках трехгодового контракта она последняя. Дальше специалисты займутся нанесением разметки. Дорожники взяли 12 образцов на отрезке от улицы Чкалова до Красноармейской. Как работали эксперты и куда отправили образцы для проверки на предмет качества и срока службы, узнали наши корреспонденты. Перед тем, как приступить к заключительному этапу ремонта дорожного покрытия, нанесению разметки, сотрудники муниципального учреждения дорожное хозяйство вместе с подрядчиком делают отбор проб верхнего слоя нового асфальтобетонного покрытия в квартале между улицами Красноармейской и Чкалова проверяют соответствие ГОСТу и СНИПу. Мы отбираем три керна на 7 тысяч, здесь порядка 25 тысяч, то есть будем отбирать где-то 12 точек, то есть 6 точек с одной стороны, правейшую часть 6 точек с другой стороны. Для того, чтобы определить физико-механические свойства смеси, образцы отправляют в лабораторию. Там керна расщепляют и оценивают структуру. Важны также параметры водонасыщения и уплотнения. Приемка объекта проводится исходя из результатов исследований. Подрядчик, в свою очередь, также проверяет асфальтобетонную смесь. Предварительно перед выпуском продукции мы согласовываем состав с заказчиком. После этого при выпуске продукции у нас ведется внутренний контроль постоянный. Комплексное обновление включает в себя не только приведение в порядок проезжей части, но и замену дорожных и тротуарных бортовых камней. Установку придорожных плит, ремонт газонов и пешеходных зон. Также на улице Ленинской предусмотрели ремонт парковочных пространств и строительство более полусотни дополнительных машин и мест, почти на 700 квадратных метров. Автовладельцы уже успели оценить преображение Ленинской и считать, что проверки необходимы. Вначале она вроде неплохо выглядит. Посмотрим, как она дальше себя покажет. Новая всегда хорошая, насколько она новая продержится. Контроль-то должен быть всегда. Результаты проведенного отбору проб асфальтобетонного покрытия будут готовы в течение двух-трех дней. Полностью ремонтные работы на участке должны завершить до конца октября. Ольга Павлова, Никита Колосов, Максим Гусев. События. Самаре зоны отдыха начали готовить к плановым ремонтным работам после лета. Среди основных задач – высадка деревьев и многолетних цветущих растений в парках. Жители города убедительно просят не игнорировать запрещающие таблички, не заходить на огороженную территорию объектов ремонта, не выкапывать насаждения и внимательно следить за детьми. Все это необходимо для безопасности горожан. В настоящее время специалисты готовят парки и скверы к следующему сезону. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 638 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 108 978. Такие данные в среду 6 октября опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 385 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 87 774 человека. Не допустить сценарий весны 2020 года. В Самарской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной. Это требует вынужденного введения новых ограничительных мер. Когда заболевает больше людей, каждый должен подумать о своей безопасности. Одна из профилактических мер – вакцинация. Спустя полгода прививают как тех, кто переболел, так и тех, кто был ранее привит. Слово нашему корреспонденту. Повторная вакцинация в период пандемии необходима. Об этом говорят медики. Она проводится через 6 месяцев после первичной вакцинации. Так, например, в 3-й городской поликлинике повторную прививку уже сделали порядка 220 человек. Листов ожидания у нас нет. Вакцины всегда достаточно. Любой человек, проходя мимо, приехав из других регионов, может прийти, привиться. Повторную прививку можно сделать любой из действующих вакцин. Вне зависимости от того, каким препаратом прививались пациенты впервые. Я не очень верила в это все. И заболела. Заболела серьезно. 3 месяца болела. Тут решила привиться все. Особое внимание старшему поколению. Им прививаться нужно в первую очередь. Маски и социальная дистанция – это также та несложная профилактика, которая поможет оставаться здоровым. Всего в Самарской области вакцинировалось более 1 млн 152 тыс. жителей. Михаил Ермоленко, Мэри Елчан. События. Далее вас ждет экономический блок новостей. Светлана Кудрявцева уже в студии. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Мэри и уважаемые телезрители. Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды. Когда они все же пойдут вниз? Об этом через минуту. А сейчас о прогнозах экономического роста от Всемирного банка. Всемирный банк скорректировал прогнозы экономического роста для стран Европы и Центральной Азии, в том числе и для России. Теперь по ожиданиям экономистов, рост российского ВВП в 2021 году составит 4,3%. Он будет расти и в следующие два года. Однако Всемирный банк смотрит пессимистично на перспективы российской экономики к 2023 году. Рост ВВП покажет всего 1,8%. В основу прогноза заложено постепенное ослабление ограничений ОПЕК-плюс на добычу нефти и полноценное возвращение к бюджетному правилу. А вот стоимость голубого топлива продолжает удивлять. Фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив 1930 долларов за 1000 кубометров. Однако затем они резко упали до 1679 и снова пошли вверх. К скачку цен привели дефицит газа в хранилищах Европы и новости о трубопроводе «Северный поток-2». Первую нитку уже начали заполнять газом, а на второй продолжаются пуск наладочной работы. Ранее Франция, Испания, Греция, Чехия и Румыния выступили с совместным заявлением, в котором попросили Евросоюз разработать инструменты для немедленного реагирования на существенный рост цен и призвали провести расследование в отношении газового рынка. К концу года Еврокомиссия представит предложение по реформе газового рынка. Снижение цен ожидают только к весне. Количество обанкротившихся россиян продолжает расти. За 9 месяцев этого года оно увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого. С января по сентябрь суды объявили несостоятельными почти 137,5 тысяч физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Рост обусловлен последствиями пандемии и локдауна 2020 года, а также общим снижением доходов. В России рухнул спрос на новостройки. Покупатели стали на четверть менее активны, чем год назад. При этом цены на жилье не спешат снижаться. За время пандемии квартиры на первичном рынке Самары подорожали на 20-25%. Как отмечают аналитики, это не только общероссийский, но и общемировой тренд. Недвижимость выросла в цене в 56 странах. В топ-10 входит Турция, где жилье выросло почти на треть, Новая Зеландия, Люксембург, Словакия, США, Швеция, Австрия, Нидерланды. А вот в Малайзии, Марокко, Индии и Испании жилье, наоборот, подешевело на 1-2%. Эксперты связывают это с жестким локдауном, экономическими проблемами или избыточным предложением на рынке. Ждать ли снижение цен в Самаре, расскажем в сюжете. Ценовое ралли длиною в год. Стоимость квартир в Самаре увеличилась на 20-25%. Если до пандемии квадратный метр в новостройках в среднем оценивался в 60-65 тысяч рублей, то теперь в 75-80. Рост цен произошел во всех районах города, от центра до окраин. Сейчас, как это часто бывает после резкого скачка, цены стабилизировались. Они пока держатся на июльских показателях. Цены выросли в конце 20-го, начале 21-го годов, я бы сказал, беспрецедентно. Потому что в такой короткий период времени и так сильно цены не росли, наверное, вот, ну давно, года с 14-го уже. У нас окраина города, если до середины 20-го года расценивалось в диапазоне в среднем, там в районе 45 тысяч рублей за квадратный метр, 50. Сейчас цены ушли и до 65, и до 70 тысяч рублей за квадратный метр. Это как бы нормальный диапазон цен. Центр города у нас был в доступности до 100 тысяч рублей за этот период времени. Средние цены ушли далеко за 100, и мы уже видим предложение даже и по 200, и по 215. По словам экспертов, рост цен спровоцировали как пандемия, подорожание стройматериалов, так и поддержка государства в виде льготной ипотеки. Люди поспешили снять деньги с депозитов, опасаясь кризиса, и стали вкладываться в недвижимость. В сентябре российские банки зафиксировали двукратный спрос на семейную ипотеку и ожидают, что этот вид кредитования станет самой популярной госпрограммой в последующие два года, если условия не пересмотрят. За первые полгода 2021-го по программам льготной и семейной ипотеки выдали кредитов на 959 миллиардов рублей, ими воспользовались 292 тысячи российских семей. Следом за новостройками подтянулся и вторичный рынок. Здесь тоже зафиксировали рост цен на 20%. Эксперты сейчас в ожидании спада. Три волны таких у нас были в 2008 году, в 2014 году. И вот как бы сейчас цены поднялись до очень высокого уровня, и по-хорошему должны немножко откатиться назад. Но мы об этом еще говорили летом, и думалось, что закроется льготная ипотека, и тогда цены неизбежно упадут. Но льготную ипотеку правительство продлило, а людям нужно как-то сохранять деньги. Мне сейчас очень нравится выражение «припарковать деньги», потому что недвижимость, вне зависимости от ее колебаний по стоимости, все равно это сохраненные деньги. Однако с повышением ключевой ставки и ставок по ипотеке потребительский интерес начал угасать. По итогам третьего квартала этого года спрос на квартиры в российских новостройках упал на 25% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Это тоже должно подтолкнуть застройщиков к снижению цен на жилье. Официальный курс доллара на 7 сентября – 72,57 рубля. Он остался на прежнем уровне. Евро – 83,93 рубля, европейская валюта потеряла 25 копеек. Нефть марки «Брент» – 82,13 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Количество предложений по продаже машин и мест в Самаре выросло на 18% за год. Такие данные приводит крупнейший в России сервис по размещению объявлений. За последний месяц количество предложений увеличилось на 3%. Опрошенные редакции «Самары ГИС-эксперты» связывают это с последствиями летнего квартирного бума и грядущими холодами. При этом изменилась и ценовая политика. Так, покупка машиноместа в 19 квадратных метрах в новостройках обойдется в усредненные 820 тысяч рублей. Подорожала и аренда. Сейчас ее средняя стоимость составляет 5 тысяч рублей. Сотни имен, еще больше подвигов и минута молчания. На площади памяти возложили цветы к мемориалу погибшим в необъявленных войнах. Вспомнить земляков пришли ветераны локальных войн и боевых действий. Почему возложение цветов к мемориалу на площади памяти стало для них ежегодной традицией, расскажет Максим Магомедов. Почтить героев сегодня собрались представители ветеранских организаций города. После минуты молчания они торжественно возложили цветы к мемориалу памяти воинам, погибшим в необъявленных конфликтах. Открытие памятника было приурочено к 15-летию со дня вывода войск из Афганистана. Через год комплекс приобрел свое полное завершение. Здесь установили монумент солдату горячих точек. В 2002 году, 6 октября, мы открывали полностью комплекс, вот этот мемориальный комплекс памяти по погибшим самарцам в локальных войнах и военных конфликтах. И вот с 2002 года, каждый год, 6 октября, мы ветераны боевых действий разных периодов, разных войн, конфликтов, собираемся и вспоминаем о наших боевых друзьях, которые не вернулись с полей сражения. Имена всех самарцев, погибших в 33 локальных конфликтах СССР и России, высечены на мраморных плитах. Мы ежегодно встречаемся здесь, встречаемся с ветеранами. Многие уже ветераны тоже самое уходят из жизни. Но самое главное, вот эта встреча и вот эта памятная дата говорит о том, что именно наше поколение, оно как бы берет на себя традицию от ветеранов Великой Отечественной войны для того, чтобы воспитывать наше молодое поколение. Владимир Пронин отметил важность таких традиций, особенно для молодого поколения, для того, чтобы они не забывали о войнах, отдавших жизнь в бою, любили свою родину и гордились ей. Максим Магомедов, Николай Епифанов, События. За трудовые подвиги и добрые дела. В каждом муниципальном образовании Самарской области подводят итоги городского этапа акции «Народное признание». В этом году для участия в конкурсе подано свыше 500 заявок. Кого участвовали в Ленинском районе Самары, расскажет Ольга Хомракулова. Промышленность, наука, здравоохранение, сельское хозяйство, спорт, образование, культура и многое другое. В этом году для участия в областной общественной акции «Народное признание» подано свыше 500 заявок. Завершилось народное голосование по выбору кандидатов городского этапа. Оно прошло в каждом муниципальном образовании. В Ленинском районе Самары, например, заявки подали 14 человек. Мы благодарны жителям, которые и инициировали многих из участников акции, кандидатов, а также поддержали их своими голосами. Это действительно очень важно, поскольку эти люди живут в нашем районе, не заслужили авторитета и уважения. Мы гордимся ими. Набравшие наибольшее количество голосов в каждом муниципальном образовании пройдут в региональный этап акции. В первую очередь, конечно, мы ссылаемся на мнение жителей. То есть каждый человек, проживающий на территории, если мы говорим о Ленинском районе, на территории Ленинского района, может принять участие и отдать свой голос только за одного номинанта. Выдвигали своих кандидатов инициативные группы со всей области. В этом году получить «Народное признание» можно по шести номинациям. «Память и слава», «Мы вместе», «Признание и уважение», «Наследники победителей», «Герои нашего времени», «Единство и успех». Заключительный этап продлится с 1 ноября по 10 декабря. Самых достойных определят по итогам областного народного голосования. Ольга Хомракулова, Константин Головин. События. И о других событиях этого дня расскажем в нашем видеообзоре. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сразу 14 жителей региона попали на скамью подсудимых. Их обвиняют в покушении на кражу в особо крупном размере и даче взятки должностному лицу. По версии следствия, преступная группировка была сформирована в марте 2019 года. Подельники намеревались заниматься хищением нефти из трубопровода, проходящего по территории региона. Однако довести дело до конца не успели. Их деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии. Кроме того, двое фигурантов пытались подкупить полицейского. Для этого они встретились с ним на парковке одного из торговых центров, где передали силовику, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, 100 тысяч рублей из обещанных 30 миллионов. За эти деньги обвиняемые намеревались откупиться от дальнейшего уголовного преследования. В Самаре доходный дом на улице Венцика, 38, взяли под охрану. Соответствующий приказ опубликовало региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия. Под охрану берется трехэтажное здание, планировочная структура, строительные конструкции здания, композиционное построение и декор фасадов. Говорится в приказе. Ранее под охрану взяли дом Челышова на улице Красноармейской, 60. Самарцы напишут большой этнографический диктант. Об этом сообщили в региональном правительстве. Его проведут с 3 по 7 ноября в онлайн-формате в честь Дня народного единства. Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, но и обратит внимание широкой общественности к вопросу межнационального мира и согласия, рассказали в правительстве Самарской области. Поучаствовать в диктанте могут все желающие жители России и зарубежных стран. Рабочие языки – русский, английский и испанский. Задание опубликуют 3 ноября в полночь по московскому времени. В аэропорту Курумыч сожгли 9 тонн фруктов и орехов. Как сообщают в управлении Россельхознадзора по Самарской и Саратовской областям, запрещенную к ввозу продукцию изъяли у пассажиров из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана. С начала 2021 года было выявлено 4293 партии под карантинной продукцией, везенной на территорию региона с нарушениями. Специалисты управления Россельхознадзора изъяли из ручной клади пассажиров почти 9 тонн контрафакта. На утилизацию отправились свежие черешни, абрикосы, лимоны, ревень, сушеные абрикосы с косточкой, курага, фисташки, миндаль, арахис, изюм, грецкие орехи. Возможность узнать о жизни первых лиц Российской империи изнутри. В Центре семейного чтения Сергеевска состоялось торжественное открытие выставки «Война и мир» Анны Тютчевой, дочери известного поэта, фрейлиной высочайшего двора и невестки Сергея Аксакова. Экспозицию открыли в честь 230-летия автора «Аленького цветочка». Наш корреспондент продолжит. Портреты первых лиц императорской свиты и неизвестные истории из их жизни. Вот основа выставки «Война и мир» Анны Тютчевой. Она 13 лет была фрейлиной высочайшего двора и написала мемуары, в которых создала интересный образ российских верхов в момент правления двух императоров. Мемуары рассказывают о том, как она жила при дворе, как она исполняла обязанности фрейлины, какие у нее были отношения со всеми членами императорского двора. Это и тяжелые годы, когда случилась русско-турецкая война, крымская война, как мы ее на Севастопольское сражение, и о том, как переживали это во дворце, как она сама к этому относилась. Поэтому выставка называется «Война и мир». Межмузейный передвижной проект открыли в Сергиевске к 230-летию Сергея Аксакова, известного писателя, автора «Аленького цветочка». Анна Тютчева была его невесткой. Место выставки выбрано не случайно. Сергиевские воды являются знаковым Аксаковским местом. Сюда, к вам на лечение, на ваши воды, на ваш воздух приезжала вся Аксаковская семья. Поэтому вы обязательно такое наше Аксаковское место. И мы очень хотим, чтобы оно вошло в это золотое кольцо Аксаковского партнера, в Поволжье таким очень важным, значимым местом. Выставка в Сергиевске будет открыта до конца октября. Андрей Горгуленко, события. Всего несколько дней отделяют Самару от долгожданного и яркого события культурной жизни. С 7 по 10 октября историк моды Александр Васильев представит юбилейные Поволжские сезоны. Темой 20-го фестиваля станет ответственная мода. По словам художественного руководителя фестиваля, сегодня моду формируют два основных направления. Экологичное производство плюс осознанное потребление. Дизайнер и производитель должны понимать, не навредит ли изготовленная вещь планете на каждом этапе жизненного цикла. В 2020-м конкурсные показы отменили из-за сложной эпидемиологической ситуации. В этом году фестиваль с учетом всех мер предосторожности все-таки состоится. На этом этапе подано более 50 заявок от дизайнеров и театральных художников из 25 городов России. В том числе из Оренбурга, Ульяновска, Пятигорска, Сочи, Барнаула и Зеленогорска. Конкурсанты представили свои авторские коллекции в четырех номинациях. Костюм «Реальность», костюм «Художественная идея», «Перформанс» и «Театральный костюм». Члены жюри во главе с Александром Васильевым выберут лучших. Самарцев предупредили об аномально снежной зиме. Изменения коснутся всех регионов России. Грядущей зимой в большинстве российских регионов ожидается существенное увеличение количества осадков. Высота сугробов по Волжье превысит норму на 50%. Такое заявление сделали специалисты Федерального центра гидрометеорологии. Эксперты утверждают, что грядущая зима будет снежной и холодной, так как полярные шапки в этом году приостановили таяние. Об отмене глобального потепления говорить пока рано. Однако сохранение значительного объема льда отразится на погоде на всем северном полушарии. На этом наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова